Герой нашего сегодняшнего видео портативный холодильник от германского производителя Вайко. Хочу заметить, что данный холодильник не только охлаждает ваши продукты, но и может заморозить их. Давайте откроем холодильник и посмотрим, что же производитель положил нам в комплект. Провод для подключения с разъемом прикуривателя, инструкция по эксплуатации, памятка с адресами сервисных центров и гарантийный талон. Холодильник может работать как от 12, так и от 24 вольт. Мощность его примерно 45 ватт. В данном холодильнике есть специальное защитное реле, которое не позволит полностью разрядиться вашему аккумулятору. Если вы хотите гарантированно застраховаться и не разрядить полностью ваш аккумулятор, выбирайте режим HIGH. А если у вас две аккумуляторные батареи, тогда выбирайте режим LOW. Холодильник будет работать дольше до срабатывания защиты. Провод для подключения длиною 2 метра. С одной стороны разъем для прикуривателя, с другой стороны штекер. Для того, чтобы показать вам, как он работает, я подключу холодильник к вот этому маленькому аккумулятору. Это кнопка включения холодильника. Вы можете выбрать один из режимов и загорается светодиод Power. Зеленый свет, компрессор начинает работать. Вот этот рычаг позволяет выбрать необходимую вам температуру. Диапазон температуры от плюс 10 до минус 18. Выставить вы можете самостоятельно ту, которая вам необходима. Предлагаю заглянуть внутрь и посмотреть, что же сможет вместить этот холодильник. Его объем по 17 литров. Как вы видите, есть вот такая вот решетка, которая может разделить пространство в холодильнике. 1 четвертая рабочего объема занята компрессором. Ей вы воспользоваться не сможете. Полезный объем это вся вот эта сторона и половина вот этой. Для примера я попробую что-нибудь вам туда положить. Обычно летом необходимо охладить напитки, скоропортящиеся продукты, детское питание и какие-либо салатики. Давайте все это попробуем разместить в нашем холодильнике. Можно так. А можно и вот так вот. В таком положении поместится даже 4 полутора литровых бутылки. И еще у данного холодильника съемная крышка. Это может быть полезно для того, если вы захотите его помыть. Обратите внимание, что по периметру крышки есть вот такое вот неопленное уплотнение для лучшей теплоизоляции. С обоих сторон холодильника есть вот такие вот решетки. За ними расположен теплообменник. При эксплуатации постарайтесь не загораживать их, для того, чтобы холодильник не перегревался и не вышел из строя. В основании холодильника есть 4 силиконовых ножки, которые снижают вибрацию и не дают ему скользить. Данный холодильник спокойно может переносить наклоны до 30 градусов. Так что вы его можете взять в машину, в лодку и даже в самолет. Наверное, досмотрев это видео до этого момента, вы думаете, хороший холодильник, но изотермический контейнер будет дешевле. Сейчас я попробую вас переубедить. Первое. Изотермический контейнер сохранит температуру продуктов, которые в нем находятся. Но при закладке новых продуктов охладить он их не сможет. Второе. Рано или поздно изотермический контейнер потеряет свою температуру. И чем чаще вы в него заглядываете, тем быстрее это случится. Ну и третье. Отдав полностью свою температуру, он станет абсолютно бесполезным ящиком. Хочу вам дать хороший совет. Не надо приобретать больших и мощных холодильников, достаточно приобрести вот такой вот маленький. А к нему купить небольшой изотермический контейнер. Теперь у вас всегда будет источник холода. И охлажденные замороженные продукты вы перекладываете в изотермический контейнер, а сюда загружаете новую партию. И теперь у вас всегда свежая еда и холодные напитки. Как вариант, здесь же вы можете замораживать аккумуляторы холода. А если для вас ценен улов и вы хотите его довезти до дома, то это тоже вариант. С вами была Ксения и увидимся в новых видеовыпусках. Что-то жарко стало. Жарко. Смотрите. Смотрите. Продолжение следует...